Мы приветствуем всех, кто присоединился к нам в эти минуты. В эфире телекомпания «Город» программа «Городские встречи». Сегодня гостем нашей студии стала главный врач стоматологической клиники «Аргентит» Бирюкова Юлия. Здравствуйте, Юлия. Мы знаем, что на рынке ваша клиника уже более 15 лет. Расскажите, пожалуйста, о работе клиники поподробнее. Нашей стоматологической клинике в этом году исполняется 16 лет. Это говорит о том, что мы уже достаточно длительное время на рынке стоматологических услуг. И за весь этот период мы успели заслужить доверие и признание наших дорогих пациентов. Мы дарим им красивые улыбки и хорошее настроение. И почти каждый наш пациент становится нашим постоянным клиентом. А некоторые пациенты становятся даже друзьями. Мы индивидуально подходим к каждому пациенту, дарим ему индивидуальную работу. Помимо этого, мы делаем ставку на квалификацию персонала. Наши доктора ежегодно посещают различные практические и теоретические семинары. И современное оборудование позволяет нам делать наши манипуляции быстро и безболезненно. Вы используете в своей работе комплексный подход к лечению. Расскажите, вы сразу к нему пришли, к этому принципу работы, или же только недавно? Безусловно, на данный период времени мы используем комплексный подход к лечению. Однако пришли, естественно, как и все доктора, мы к этому не сразу. Около 10 лет назад. До этого момента все врачи использовали узкий подход, специализацию. Терапевты работали отдельно, ортопеды отдельно, и хирурги, соответственно, тоже отдельно. Поэтому к проблемам пациента подходили узко. Что не говорило о качественном всеобъемлющем сервисе. На данный момент, приходя к нам с жалобами, например, на дефект пломбы, пациент получает полную информацию о состоянии не только по данной проблеме, но и всей полости рта, намеченный план лечения и также долгосрочные прогнозы. В своей работе вы делаете ставку только на профессиональных специалистов или же приветствуете также молодых зубных врачей? Вы знаете, очень много наших врачей работают с самого основания клиники «Аргентит». Мы ценим и уважаем их верность профессии и нашей большой дружной семье под названием «Аргентит». Однако нам не чужды острые умы и горящие глаза юных выпускников медицинских университетов, в частности, Рязанского медицинского университета. Мы с удовольствием обучаем их стоматологическому мастерству и также умение общаться с пациентами сначала на этапе работы ассистентами. Кто проявляет себя, становится на путь начинающего специалиста, а дальше всё зависит от стремления, желания, юного таланта. Расскажите, как поддерживаете высокий профессиональный уровень? В поисках современных технологий врачи нашей клиники не пропускают ни одной серьёзной стоматологической выставки, посещают различные курсы, как теоретические, так и практические. Обучаются у таких мастеров стоматологии, как Гаджи Дажаев, Илья Мэр, Михаил Соломонов, Антон Вичинкин, ну и многие другие специалисты нашей области. И каков он эффект от посещения этих семинаров и мероприятий, встреч с ассами мастерства? Эффект от этих мероприятий, безусловно, присутствует. Врачи растут не только в личном плане и профессиональном. Каждый для себя после посещения такого семинара решает конкретные задачи, делает определённые выводы. Совмещая опыт наших отечественных и зарубежных коллег и наше новейшее современное оборудование, мы на данный момент делаем то, что 5 лет назад считалось недостижимым. Наши пациенты довольны результатом, мы довольны результатом. Также наши пациенты рекомендуют нас своим друзьям и знакомым, а это по-настоящему хороший результат. Юля, скажите, вот стоматолог – это прикладная профессия или же есть место для творчества? Несомненно. Стоматология славится не только умением профессионально подходить к проблеме, но и творческим составляющим. Могу привести пример. Я, посещая курсы, практические семинары Антона Вичинкина, открыла для себя очень много нового. Например, восстановление анатомической формы и функции зубов с точки зрения законов не стоматологии, а архитектуры. Теперь я могу делать не только красиво, как хочет сам пациент, но и функционально, как это и должно быть в природе. А как профессионал, расскажите, какие хитрости нужно знать нам, если мы хотим обладать красивой улыбкой? Зачастую стать обладателем красивых и ровных зубов можно лишь в кабинете у стоматолога. Говорят, даже сама Мерлин Монро активно прибегала к помощи стоматологов, и её голливудскую улыбку, которую Кеннадива умело демонстрировала на телеэкране, это результат отличной работы профессионалов. Если же во времена Мерлин Монро голливудская улыбка считалась достижимым результатом, то в настоящее время тем более. В арсенале врача-стоматолога немало способов сделать зубы ровными и красивыми. Это, например, микропротезирование, различные виды отбеливающих систем, брекет-системы, также различных видов. Всё зависит от конкретно клинических ситуаций. Обладательницам же красивых и ровных зубов можно тоже иметь в виду небольшие хитрости, которые позволяют сделать улыбку ещё более ослепительной. Это, например, скайсы, которые прикрепляются к наружной поверхности зуба. А в домашних условиях наверняка все принципы известны и понятны, но всё же, наверное, не лишним будет повторить для телезрителей. Как вы профессионалы оцениваете домашний уход за зубами? Домашний уход за зубами, конечно же, тоже приветствуется. Для этого пациент должен тщательно следить за гигиеной полости рта. Ну и, если не говорить о домашних процедурах, то посещать профилактические мероприятия, именно профилактический осмотр два раза в год стоматолога. Что бы вы хотели пожелать своим коллегам? Нашим своим дорогим коллегам хочется пожелать, конечно же, профессионализма и улыбок своих пациентов. Пусть люди приходят лечиться с удовольствием, никогда не останавливайтесь на достигнутом. И я надеюсь, что даже достигнув огромного успеха, ни один из нас никогда не скажет, я всё знаю, я всё умею, потому что любой человек, а тем более врач, должен совершенствоваться всю жизнь. И, наверное, напутствие профессионала пациентам? С нашим дорогим пациентам я желаю, чтобы они регулярно обращались за стоматологическим здоровьем. Как я уже говорила, посещал профилактические осмотры два раза в год, это как минимум врача-стоматолога. И следили за профилактическими мероприятиями, проводили их регулярно. И всё же, давайте напомним телезрителям, как необходимо правильно чистить зубы. Во-первых, для того, чтобы правильно чистить зубы, необходимо помнить, что чистить зубы необходимо два раза в день. Выбирая зубную щётку в соответствующей жёсткости, это либо средняя жёсткость, либо мягкая, либо, соответственно, жёсткие зубные щётки. Также правильно необходимо подбирать зубные пасты, в зависимости от того, есть у вас заболевание дёсен, нет у вас заболевания дёсен. Нормальное содержание фтора и кальция в питьевой воде или нет. Во-вторых, для того, чтобы правильно пациент чистил зубы, если он этого не умеет, и если врачи ему никогда не показывали, необходимо обратиться на приём к стоматологу и пройти мероприятие, которое называется контролируемая чистка зубов. Оно проводится в несколько этапов. На первом этапе пациент приходит, ему наглядно демонстрируют на модели движение, которое необходимо совершать зубной щёткой, с каких сегментов, у нас их четыре, начинается чистка зубов и как в течение которого времени это нужно проводить. Следующее посещение, пациент приходит и уже сам, следующее и последующее посещение, приходит и сам уже показывает врачу, что он запомнил из этих мероприятий. И врач контролирует с помощью различных растворов, которые окрашивают зубной налёт, насколько пациент соблюдал эти рекомендации и правильно чистил зубы. Юрий, спасибо вам за полезную и интересную беседу. Мы напоминаем, что в гостях у нас сегодня была главная врач стоматологической клиники Аргентина Бирькова Юлия. С вами прощаемся. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова